как-то еще давно мы записали фильм про маску или вешен тренинг маск фильма ссылочка на него всплывает сейчас где-то здесь посмотрите обязательно даже провели какие-то исследования с этой маской и появляется новый зверь какой-то носовой расширитель и понятно что выходит новый мета-анализ по этому зверю носовому расширителю да и соответственно мы должны познакомиться с этой новой для кого-то для меня например темы и понятно получить первичные выводы по этому зверю усаживайтесь поудобнее времени у нас как всегда мало вперед-вперед к знаниям начнем как всегда с introduction фактором который в первую очередь влияет на сопротивление дыхательных путей является их диаметр носовой клапан представляет собой структуру расположенную примерно в одном сантиметре от носового отверстия и ответственную примерно за 50-60 процентов общего сопротивления дыхательных путей в дыхательных путях поскольку это самый узкий проход носа имеет тенденцию сжиматься во время вдоха увеличивая сопротивление прохождению воздуха во как у здоровых людей дыхание в покое преимущественно носовое при умеренных и интенсивных физических нагрузках легочная вентиляция в 10-20 раз больше чем в состоянии покоя что делает носовое дыхание не удобным поэтому ротовое дыхание становится основным путем прохождения воздуха небольшие изменения диаметра носового клапана приводит к значительным изменениям воздушного потока таким образом назальные расширители ндс и будем сокращать были созданы для расширения носового клапана и обеспечение лучшей проходимости носа не медикаментозным способом учитывая что носовые расширители оказывают влияние на максимальное потребление кислорода уменьшают сопротивление носовому потоку воздуха задерживают начало дыхания через рот во время робных упражнений уменьшают одышку и вентиляцию легких во время тренировки возможно что эти расширители влияют на параметры связанные с работоспособностью в беге это вот предполагает динарди на самом деле если вы посмотрите на ссылочки практически вот это динарди из авторы ну изучают этот носовой расширители прям вот мне кажется только он и расширяет и изучает этот расширитель и понятно что динарди из авторы написали первый метаанализ выпустили в двадцать первом году действительно я не оговорился динарди из авторы не только пишут да ну расширяет знание по этому носовому расширителю и вы видите вроде бы конфликта интереса нет выбрали они сколько четыре базы до 624 исследований нашли но в качестве значит подходящих исследований взяли 19 в этот систематический обзор и метанализ выводы использование внешнего назального расширителя не показала улучшение исходов в мпк чсс и воспринимаемой нагрузки у здоровых людей во время физических упражнений здесь они использовали внешние которые вот сверху как-то расширяет а есть еще внутренние которые вот на фоточках у нас с вами есть то есть нос расширяет соответственно изнутри поэтому вот видите я определяю что есть два класса этих назальных расширителей но давайте перейдем теперь к новому метанализу который вышел в двадцать втором году всего в этот метанализ вошло 7 исследований и авторы перешли к выводам назальные расширители по-видимому эффективные в улучшении мпк и воспринимаемые нагрузки по сравнению с плацебо не было никакой существенной разницы между использованием назальных расширителей по сравнению с контролем по результатам мпк чсс вы ведь воспринимаемые нагрузки и времени тренировки эти результаты пишут авторы данного метанализа следует интерпретировать с осторожностью поскольку результаты самого метанализа показали небольшой размер эффекта а достоверность доказательств была очень низкой ну и они пишут что тема только начинается исследований кот наплакал и поэтому будущие исследования окажут влияние на оценку эффекта что мы с вами видим маска маска или вэшн тренинг маск ее функции наоборот закрыть до закрыть кислород носового расширителя наоборот открыть кислород но все вот эти манипуляции одна закрывает другое раскрывают мы видим принципе либо мало дают либо ничего не дают эти манипуляции ну как бы у нас с вами силуянов виктор николаевич уже давно про это сказал и работы уже давно написали что кислорода поступает к нам огромное количество где-то на трех человек и поэтому причина работоспособности не в кислороде не в доставке у здорового человека в митохондриях и в волокнах которые эти митохондрии либо содержит ли мне содержит в общем если вам фильм понравился не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые и практичные а главное научные фильмы все пока пока